Продолжение следует... 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 Это 1. Почему 1? Потому что от 11 отнимаем 1, получаем десяток. А дальше вспоминаем состав каждого числа и отнимаем оставшиеся единицы. Рассмотрите, ребята, все примеры. Познакомимся с алгоритмом вычитания однозначного числа из двузначного по частям. Сначала вычитаем столько единиц, чтобы получить 10. Вспоминаем состав однозначного числа и вычитаем оставшиеся числа. Но есть, ребята, еще второй способ, как из двузначного числа вычесть однозначное. Этот способ основывается на знании состава числа 11. Например, 11 – это сумма двух чисел 7 и 4. Значит, если от 11 мы отнимаем одно из слагаемых 4, то получаем другое слагаемое 7. Или, если от 11 отнимаем 7, то получаем 4. Объясним способы решения других примеров. Например, 11 – это 5 и 6. От 11 отнимаем 5, остается 6. От 11 отнимаем 6, остается 5. Перед вами таблица вычитания из числа 11. Ее нужно хорошо запомнить. Проверим свои знания при решении примера. Подумайте, каким способом вам легче вычислить эти примеры и записать ответы. Проверим свои ответы. Ребята, вы знаете, что однозначное число из двузначного можно вычитать разными способами. Давайте еще раз повторим. Первый способ – это вычитание по частям. Нужно отнять такое число, чтобы получился десяток. Затем вспомнить состав данного числа и отнять оставшиеся единицы. Второй способ – это на основе знания состава числа 11. Если от суммы мы отнимем одно из слагаемых, получим другое слагаемое. Порешаем задачи. На странице 82 под номером 3 есть задача, которую мы должны сделать рисунок и ее решить. Петя нарисовал 6 больших квадратов и 4 маленьких. Он раскрасил 7 квадратов. Сколько квадратов осталось нераскрашенными? Ребята, давайте вспомним, о чем говорится в задаче о квадратах. Какие были квадраты? Большие и маленькие. Сколько было больших? 6. Сколько было маленьких? 4. Какой рисунок мы можем сделать к этой задаче? Итак, посмотрели 6 больших квадратов и 4 маленьких. Скажите, что мы можем узнать, исходя из этих данных? Да, мы можем узнать, сколько квадратов Петя нарисовал всего. Мы узнали действием сложения. К 6 прибавили 4 и получили 10 квадратов. Мы с вами знаем, что Петя раскрасил 7 квадратов. Как мы узнаем, сколько квадратов осталось раскрасить Пете? Да, мы сможем узнать, каким действием, вычитанием. Почему? Потому что спрашивается, сколько осталось. Как мы узнаем? Мы от 10 отнимем 7 и получим 3 квадрата. Ребята, это задача простая или составная? Это задача составная. Почему? Мы ее решали двумя действиями, так как сразу мы не смогли ответить на главный вопрос задачи. Первым действием мы находили, сколько всего квадратов нарисовал Петя. Вторым действием находили, сколько осталось ему раскрасить. Посмотрели на следующую задачу. Саша принес 6 морковок, а Оля 4. Они отдали кроликам 8 морковок. Сколько морковок осталось? Ребята, что общего в этих задачах? Да, есть одинаковые данные, числа 6 и 4. А что общего в вопросе задачи? И в первой задаче, и во второй задаче нужно узнать, сколько осталось. Давайте попробуем составить рисунок этой задачи. Итак, 6 морковок и 4 морковки. И отдали кроликам 8 морковок. Подумайте, как вы решите эту задачу. Решите ее самостоятельно. Давайте проверим, ребята, что вы находили первым действием. К 6 прибавляли 4. Находили, сколько всего морковок было у детей. Что вы находили вторым действием? От 10 отнимали 8. Получали 2 морковки. Сколько морковок осталось у детей? Молодцы! Сравним именованные числа. 19 сантиметров сравним с 16 сантиметром. Именованные единицы длины одинаковые, поэтому сравним только числа. 19 больше, чем 16. Ставим знак «больше». 10 сантиметров сравним с 13 сантиметром. 10 меньше, чем 13. Единицы длины одинаковые, значит ставим знак «меньше». 20 сантиметров сравним с двумя дециметрами. 2 дециметра нужно выразить в сантиметры. В одном дециметре 10 сантиметров, а в двух дециметрах 20 сантиметров, значит ставим знак «равно». 1 дециметр сравним с 13 сантиметрами. В одном дансиметрии 10 сантиметров, значит ставим знак меньше. Подведем итог урока. С какими вычислительными приемами познакомились? Мы познакомились с вычитанием однозначного числа от двухзначного. Как можно вычитать однозначные числа из числа 11 с переходом через десяток? Однозначное число можно вычитать двумя способами. Первый способ – это по частям, раскладываем вычитание на два удобных слагаемых. А второй способ – это на основе знаний состава числа 11. Дома, ребята, вам нужно решить примеры, записать и запомнить таблицу вычитания. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Предлагаю вам отгадать загадку, отгадка которой и будет темой нашего урока. Эти звуки согласны шелестеть, шептать, скрипеть, даже фыркать и шипеть, но не хочется им петь. С – змеи наслышан свист, ш – шуршит опавший лист, ж – шмели в саду жужжат, р – моторы тарахтят. Какие это звуки? Верно, согласные. Тема нашего урока – согласные звуки и буквы. Сегодня на уроке мы будем учиться определять согласные звуки и буквы. Закрепим знания об основных признаках согласных звуков. Ребята, давайте вспомним, что мы знаем о согласных звуках. Как же отличить согласный звук от гласного? На что мы должны обратить внимание в первую очередь? Произнесем следующие звуки. А, В, Ш, М. Что вы заметили? При произнесении звука А воздух проходит свободно, а при произнесении звуков В, Ш, М струя воздуха во рту встречает преграду. Следовательно, звук А является гласным, а все остальные – согласными. Давайте вспомним, что вы знаете о согласных звуках. Согласный звук состоит из шума или из голоса и шума. При произнесении согласного звука струя воздуха во рту встречает преграду – губы, зубы, язык. Согласный звук образует слог вместе с гласным звуком. Назовем правильно согласные буквы в алфавитном порядке. Б, В, Г, Д, Ж, З и краткое, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Сколько согласных букв в алфавите? В русском языке 21 согласная буква. Чего больше согласных букв или согласных звуков? Звуков 36, следовательно, звуков больше, чем букв. Согласные звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие состоят из шума и голоса, глухие состоят только из шума. Многие согласные звуки образуют пары по звонкости и глухости. Также согласные звуки бывают твердыми и мягкими. Большинство согласных звуков образуют пары по твердости и мягкости. Не образует пар по твердости и мягкости следующие согласные звуки. Всегда твердыми являются звуки Ж, Ш, С. Всегда мягкими Ч, Щ, Е. Выполним упражнение 1 на страничке 74. Рассмотрите картинку. Кто изображен на картинке? Послушайте, как произносятся согласные звуки в словах. Свободно ли проходит воздух через рот или встречает на пути преграду? Произнеси каждый звук. Что ты слышишь, произнеся его? Напиши название предметов и подчеркни буквы, обозначающие согласные звуки. На картинке изображены мышка и сыр. Какие согласные звуки в слове мышка вы слышите? Произнесем их. М, Ш, К. А какие согласные звуки в слове сыр вы слышите? С, Р. Послушайте, как произносятся звуки. При произнесении данных звуков воздух встречает преграду. Согласные звуки Ш, К, С состоят только из шума. А согласные звуки М, Р состоят из шума и голоса. Запишите название предметов и подчеркните буквы, обозначающие согласные звуки. Выполним упражнение 4 на страничке 75. Прочитай, собери слова. В чем сходство и различие слов каждой группы? Напиши любые 5 слов. Проверяем. В первой группе у нас получились слова. Дом, том, ком, сом. Во второй группе. Бог, сок, кот, ток. В третьей группе гора, кора, пора, нора. И в четвертой ночка, почка, точка, кочка. В чем сходство слов каждой группы? Слова каждой группы одинаково заканчиваются. А в чем различие? У слов каждой группы разные согласные в начале слова и разные значения. Ребята, а какое слово следует писать с заглавной буквы? Верно. Слово том следует писать с большой буквы, потому что это кличка животного. Выполним упражнение 6 на страничке 76. Ставьте пропущенную в словах букву и прочитайте предложение. Проверяем. Мышка спряталась под горку и грызет тихонько корку. Сшил себе котенок тапки, чтоб зимой не мерзли лапки. Прилетел из леса жук и залез на толстый сук. Предлагаю выполнить интересное задание. Отгадайте названия мультфильмов, в которых оставлены только согласные буквы. Проверяем. Какие мультфильмы мы отгадали? Это «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Каникулы в Прокстоквашино». Ну, погоди. Итак, ребята, сегодня на уроке мы научились определять согласные звуки и буквы. Закрепили знания об основных признаках согласных звуков. Рекомендую выполнить самостоятельно упражнение 5 на странице 76. Спасибо за внимание. Урок окончен. Добрый день, ребята. Ко мне пришло письмо, а написал его муравей-вопросик и мудрая черепаха. Они прислали нам загадки, чтобы мы их отгадали и узнали, о чем мы будем говорить сегодня на уроке. Вот так дом, одно окно, каждый день в окно кино. Конечно, это телевизор. Здесь говорят, а в Москве слышно. Это телефон. Вы, наверное, догадались, что говорить мы сегодня будем именно о них. Зачем же они нужны человеку? Вот об этом нам и предстоит сегодня узнать. Тема сегодняшнего нашего урока – «Зачем нам телефон и телевизор?». Сегодня на уроке мы узнаем, как путешествует письмо, что умеет компьютер, какие средства помогают людям поддерживать связь друг с другом, как люди узнают о событиях в стране и в мире. Вспомните, как письмо попадает от отправителя к адресату. Правильно, ребята, его присылают по почте, а приносит его нам почтальон. А если нужно сообщить что-то срочно, отправляли не письмо, а телеграмму. Для этого использовали телеграф. А что такое телеграф, нам поможет узнать толковый словарь. Телеграф – это греческое слово. Переводится оно двумя словами – далеко и пишу. Это средство передачи сигнала по проводам, радио или другим каналам электросвязи в целях сверхбыстрой передачи важной информации. Послушайте, пожалуйста, отрывок из стихотворения Корнея Ивановича Чуковского. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это пять или шесть. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. И со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и татоше. Вы, конечно, догадались, что разговаривали они по телефону. Но оказывается, телефоны бывают разные. Бывают телефоны стационарные. Они находятся в одном месте и их не носят с собой. А бывают телефоны, которые мы носим с собой. Их называют мобильные телефоны или сотовые. Почта, телефон, телеграф – это средства связи друг с другом. А как же люди узнают о событиях, произошедших в стране и мире? Правильно, ребята. Они узнают из газет, телевидения и радио. Радио, телевидение, пресса – это средства массовой информации. А вы знали, что раньше телевизоры были совсем другие? Посмотрите, какими они были. Были также телевизоры очень причудливой, совершенно нам непривычной формы. А как вы думаете, для чего человеку нужен компьютер? Посмотрите, ребята. Компьютер нужен для работы, для обучения, для досуга и развлечения, для общения, для покупок через интернет, для платежей, для поиска и хранения информации. А вы знаете, что помогает нам находить информацию? Конечно, это интернет. Практически у каждого есть интернет. Многие устройства могут поддерживать интернет. Это сотовые телефоны, айфоны, айпады и еще много другой техники. Сеть интернет дает пользователю неограниченные возможности как для общения с другими людьми, так и для получения любой интересующей нас информации. Поэтому интернет можно отнести и к средствам связи, и к средствам информации. Давайте еще раз посмотрим, как же люди поддерживают связь друг с другом. Они пишут письма, посылают открытки или телеграмы, разговаривают по телефону, общаются через интернет. Как же люди узнают о событиях, произошедших в стране и мире? По телевидению, радио, из газет и журналов, из интернета. Запомните, ребята, почта, телеграф, телефон – это средства связи. Радио, телевидение, пресса – это средства массовой информации. Интернет можно отнести и к средствам связи, и к средствам массовой информации. Дома найдите в своих учебниках и прочитайте еще раз, что же такое средство связи, а что такое средство массовой информации. Наш урок окончен. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова